здравствуйте дорогие друзья с вами снова елена и наш уроки фаншуй этот ролик будет полезен тем стрельцам которые сейчас затеялись подобрать себе первого зама или например с кем-то в компаньонстве открыть фирму поэтому дорогие мои друзья это материал для вас я сейчас коротенько пройдусь по знакам зодиака и расскажу вам с кем бы вам было бы неплохо иметь совместный бизнес от кого бы и может и по выдержать и так стрелец может рассчитывать на первого и самого замечательного компаньона своего это на овна это прекрасный союз два огненных знака они прекрасно друг друга чувствуют в одном темпераменте смотрят в одном направлении одинаково видят предметов поэтому разночтений и конфликтов у них как правило не бывает поэтому если стрелец себе ищет главного помощника или компаньона посмотрите внимательно следующая пара стрелец телец но в принципе оба человека заточены на бизнес на успех но к сожалению телец слишком монотонный для стрельца рано или поздно из-за того что они как бы телец за стрельцом все время будет опаздывать и для него слишком скучный как правило стрелец таким компаньоном сработаться не сможет начнут они очень бодро и хорошо но я думаю что на середине пути они уже разбегутся поэтому может и не стоит еще пара стрелец близнец знаки притягивают друг друга близнецы вообще огненные знаки как-то в общем и целом притягивает это понятно но дорогие мои друзья если задеваете бизнес близнецом сразу разделяйте сферы действий вы выполняете одну часть работы и близнеца туда не не допускаете близнец выполнять вторую часть работы но индивидуально если вы начнете с ним работать в паре надо одними теми же вопросами рано или поздно между вами возникнет конкуренция за конкуренцией начнутся ссоры конфликты и ваш бизнес будет очень серьезно лихорадить в конце концов он может рухнуть но если вы разделите сферы своего влияния я думаю ваш бизнес будет процветать как и вы вместе стрелец рак следующая пара но к сожалению в общем и целом раке огненным знаком не показаны не показаны не стрельцам что происходит скрытность рака она в общем-то всем известно кто занимался гороскопами стрельцы и другие огненные знаки совершенно не терпят никаких медомолвок и скрытых подтекстов поэтому даже рак если ни в чем не виноват стрелец будет подозревать рака в том что он с ним нечестен и идет какую-то двойную игру а рака будет раздражать невероятная расточительность стрельца ему будет казаться все время что и бизнес не процветает потому что стрелец тратит много денег поэтому я думаю что этот бизнес лучше не затевать следующий знак стрелец лев ну дорогие мои друзья если вы стрельцы нуждаетесь в партнерстве льва и вам этот человек нужен вам придется сразу добровольно свою власть передать льву если вы начнете тягаться с ним за пальму первенства ваш бизнес превратится в вечный конфликт и вечное выяснение отношения к тот доме главный поэтому если ваш бизнес действительно держится или вы нуждаетесь партнерстве льва то сразу считайте что хозяин на фирме будет лев тогда ваш бизнес будет процветать но как вы себя будете чувствовать сами следующая пара стрелец дева но к сожалению тут надо сразу заметить что дева безумно любит всех критиковать и в принципе никого и в грош не ставит стрельцу это может очень понравится она постоянно будет ставить дева его на место указывать на его недостатки стрельцу будет этот союз казаться удушающим и буквально вызывающим комплекс неполноценности потому поэтому стрелец рано или поздно с девой расстанется так зачем вообще что то следующая пара стрелец весы но это один из самых гармоничных союзов в принципе он показан и он не только будет приносить материальное удовлетворение но и моральное поскольку весы могут вполне ладить с огненными знаками уравновешивать их вспыльчивость и в этом случае я считаю что это один из самых прекрасных союзов следующая пара стрелец скорпион но в общем и целом со скорпионом очень редко кто находит общий язык стрелец тебе рядом будет чувствовать очень некомфортно мало того что рано или поздно конфликты которые между ними будут возникать вызовут раздражение у стрельца он просто возненавидит скорпиона и бизнес рухнет быстрее даже чем они об этом успеют поговорить поэтому зная о том что это совершенно разные люди не стоит даже пробовать заводить бизнес подыщите себя более подходящий следующая пара стрелец и стрелец но эти ребята вполне могут создать бизнес безусловно но самое главное что мы они были в дружеских отношениях и были симпатичны друг другу но я эту пару лихую могу предупредить об одном оба исключительно сточительные товарищи и ведя свой бизнес следите внимательно за кассой сколько вы оттуда берете я боюсь даже предположить какие доходы будут у вашей фирмы потому что меры в своих тратах вы не знаете остановиться во время не можете стрелец и сам для бизнеса в общем целом в этом плане бедствия а когда их двое там еще большая трагедия поэтому если повезет так и один из стрельцов будет более практичен такой бизнес может быть вполне успешно следующая пара стрелец козерог но эти люди настолько разные что им в общем и целом про бизнес и речи вести невозможно дело в том что козерог все планирует у него собственно говоря планы далеко идущие стрелец любит жить коротко но ярко поэтому в общем и целом из-за постоянных трат из-за постоянных в общем-то отлучек с рабочего места у козерога это дело не сорвется стрелец по-другому не может вести свои дела поэтому они настолько разные что нечего там и затевать общего дела стрелец водолей союз очень удачный водолей подкидывает перспективные идеи стрелец энергично их реализовывает поэтому в общем и целом союз очень хорош тут как говорится соединяется мозг и сила поэтому я считаю что если стрельцам сейчас нужен компонент поищите их следующий союз это у нас стрелец и рыбы но стрельцу даже на ум не придет дело иметь с рыбами это настолько разные личности что тут даже не это все равно что сапог и валенок даже обсуждать ничего союз обречен на неуспех и даже при одном обдумывании такового поэтому стрельцы держатся подальше от рыб ну и они стараются платить так дорогие мои друзья надеюсь вам было полезно то что я сказала я не стала специально очень много здесь растекаться мыслью под древом самое главное хватит зерно и чтобы вам было понятно с кем вам будет комфортно вести дела с кем нет впрочем вы можете вести дела с кем вам заблагорассудится но мы сейчас говорили о степени комфортности общения с людьми с одними вам будет хорошо и быстро будет развиваться бизнес с другими у вас будет все идти как говорят через тернии в звездах вы можете идти любым путем легким или трудным в принципе это ваше дело это ваша жизнь но я думаю что все-таки кое-что полезное для себя вы сейчас усвоили и так с вами была елена